здравствуйте друзья добрый вечер еду я с работы завтра утром у нас с вами прямой эфир а сегодня так о чем-нибудь поговорим вот в частности например тема хорошая как мы жили в ссср а то так вот я вам не расскажу вы не узнаете давайте я расскажу как мы работали в конструкторском бюро цкб министерства связи и там была такая фишечка вот не по всех отделах была но в нашем отделе была там где я работал назывался называлась эта фишечка сладкая касса сладкая касса как работала сладкая касса те кто хотел участвовать это не были все поголовные сотрудники но в основном большинстве своем сдавали по рублю с каждой зарплаты ну точнее это был там как-то они от получка авансом это два раза в месяц происходило и значит два раза в месяц по рублю вот так получалось надо сказать что два раза в месяц по рублю не были маленькими деньгами потому что вот я например пришел после института связи у меня зарплата была 110 рублей и ну знаете а на руки там еще меньше там что-то удержим допустим 100 и вот два рубля в месяц ну ладно на эти два рубля происходил такая история там участвовала человек наверно 20 в этой сладкой кассе и некоторые из нас жили в таких местах москвы где снабжение было поярче получше например у нас жила женщина в самом основании проспекта мира недалеко от того места где он значит попадает на садовое кольцо и это как бы можно сказать центр города и там снабжение вот этих магазинов было получше чем допустим там где-нибудь еще там больше дефицитов выбрасывалось потому что там было больше народу которые приезжали и так далее и вот женщина которая там жила у нее рядом с домом был кондитерский магазин в котором довольно часто были всякие относительно редкие конфеты но вот такие что скажем в районном магазине так может и полгода не увидишь а там вот может быть там раз в недельку в две они выбрасывались так было такое слово выбросили то есть выложили для продажи и ну не только эта женщина другие тоже мы же все там 20 человек где-то жили если вдруг вы где-то оказались и видим что продается нечто конфеты какие-то продаются которые по качеству могли бы присутствовать в сладкой кассе то мы соответственно звоним тут же спрашиваем человека который там в курсе и говорим вот такие то брать давно говорят но там да возьми два килограмма например в сладкую кассу не брали любые конфеты это не был там цитрон за три рубля килограмм вот это были хорошие шоколадные дорогие конфеты которые ну желательно так чтобы еще не всюду лежали на сказать что в москве в разные времена бывало что конфеты хорошие дорогие просто можно было зайти и купить ну вот какой-нибудь триуфель там это был безумно дорого это потом я боюсь соврать 10 или 11 рублей килограмм это было очень дорого но но тем не менее они были грильяш в шоколаде какой-нибудь я сейчас начинаю вспоминать какие там конфеты могли быть вот надо сказать что было несколько сортов конфет которые я попробовал впервые уже будучи в возрасте 22 лет когда закончил институт и пришел на работу который я попробовал только из этой сладкой кассы я даже не знал что такие конфеты бывают так вот интересно в итоге значит что происходило на эту сумму вот представьте себе 20 человек скидывается по там два рубля в месяц это 40 рублей в месяц а там это может два-три месяца пройти между праздниками потому что раздача конфет происходило на праздник допустим праздник у нас новый год следующий праздник у нас будет например 8 марта между 23 февраля и 8 марта как бы очень мало времени там новых конфет не накопишь что вот скажем так 8 марта с 23 февраля это могло быть там отдельным праздником 1 мая это было отдельным праздником в общем как-то вот так набиралось и потихонечку эти конфеты накапливались они по-моему прямо даже в нашем же отделе там где-то лежали в шкафу ну вот и к празднику наступал момент когда конфеты надо было раздать брали полиэтиленовые пакеты хорошие такие прозрачные знаете не мутные а прозрачники довольно приличного размера и дальше начинали эти конфеты раскладывать там на горке вот там берут там не знаю там мишка на севере пошли разложили кончился мишка следующий кладется там нужно там грилья шоколаде кончился этот там я честно я уже не помню так много лет прошло вот и вот они там раскладывались раскладывались и дальше каждому давали такой пакет они бы еще завязывали там веревочкой такой бантиком красивым и ребята это была такая красота это новогодняя елка рядом не стоит потому что новогодней елки никого не удивишь а здесь такой пакет и в нем столько всего и там каждой конфетки может быть каждого наименования но может быть было 3 там может быть 4 я я боюсь соврать но не безумно но может быть 5 вот но поскольку там сортов конфет могло быть 15-20 понимаете все это в одном пакете и они еще такие разноцветные и бумажки такие красивые и в общем это было нечто это было нечто но это собиралась в течение там пары тройкой тройки месяцев большим количеством людей в разных местах хотя примерно половину этой сладкой кассы покупала вот эта женщина одна единственная которая жила вот возле того магазина на проспекте мира и вот такая была сладкая касса где бы я потом не работал такого больше не было это вот просто была фишка нашего конструкторского бюро ну я не то что во многих местах работал но не видел такого больше вот только там счастливы друзья такая наша зарисовочка закончил